Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова и сегодня в нашем выпуске. Послужащий не уведомил администрацию о близких родственных связях с предпринимателем, осуществляющим пассажирские перевозы на территории Азовского района. Главный специалист по транспорту администрации Азовского района освобожден от должности. Азов сейчас находится в преддверии масштабных событий, грандиозных, это 950 лет городу нашему и чемпионат мира по футболу. Первый городской форум студенческой молодежи. Можно сказать, что Россия вынесла главную тяжесть этой войны. И неизвестно, чем бы эта война закончилась, если бы не Россия. День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. По итогам проверки Азовской межрайонной прокуратуры за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов от своей должности освобожден главный специалист по транспорту администрации Азовского района. Помощник межрайонного прокурора Лариса Бужинская сегодня дала комментарий по этому поводу. Установлено, что в администрации Азовского района деятельностью по организации транспортного обслуживания, проверке законности осуществления пассажирских перевозок, комиссионных обследований осуществляется главным специалистом по транспорту администрации Азовского района. Однако служащий не уведомил администрацию о близких родственных связях с предпринимателем, осуществляющим пассажирские перевозы на территории Азовского района, чем нарушил требования федерального закона номер 273 о противодействии коррупции, а также федерального закона за номером 25 о муниципальной службе в Российской Федерации. Кадровая служба администрации Азовского района должный контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства не организован. В связи с представлением Азовской межрайонной прокуратуры трудовой договор со служащим расторгнут. Сотрудник кадровой службы привлечен к дисциплинарной ответственности. Впервые в истории Азова состоялся форум студенческой молодежи «Вектор идей». Мероприятие прошло в Донском технологическом институте. Подробности в репортаже Екатерины Четвериковой. Первый муниципальный форум «Вектор идей» стартовал сегодня в Азове. В его работе приняли участие студенты высших и средних учебных заведений, а также учащиеся старших классов. Основная цель форума – подготовить Азов к двум масштабным мероприятиям – юбилею города и чемпионату Европы по футболу. Наша задача – это подготовить город своими идеями, своими какими-то силами, потому что молодежь – это генератор идей. Вот как сегодня один из кураторов сказал, что у вас есть идеи, просто вы об этом даже еще не знаете. Работа форума объединила в себя шесть направлений. Это экология, культура и творчество, спорт, медиа, городская среда и туризм. Участники разделились на группы, где каждый выбрал для себя нужный вектор. Поддержать молодых участников пришел и глава администрации города Владимир Рощупкин. Кстати сказать, именно он был инициатором проведения данного форума. Сегодня очень многое зависит от вас. И самоутверждение, и самореализация, и самое главное – не просто возможность выстрелить куда-то, вырасти, добиться чего-то, но принести много полезного для окружающих вас людей, для ваших родных, близких, друзей ваших, для нашего города. Так как сейчас город стремительно развивается в туристическом плане, неудивительно, что данное направление объединило в эту группу немало молодых азовчан. Сделать Азов более привлекательным для туристов – главная цель участников форума. Недавно я была в Питере, и мне понравилось, я увидела, что Питер посещает туристы, много китайцев из разных стран. И так как я люблю свой город, мне тоже стало интересно это направление. А что, если что-то можно изменить, как-то усовершенствовать город, чтобы к нам тоже приезжали туристы. Алексей Смирнов выбрал для себя направление культура и творчества. Молодой человек пишет песни и увлекается историей. А неудачи, с которыми пришлось столкнуться в прошлом году на подобном форуме, его не пугают. Я в прошлом году участвовал в молодежной команде губернатора, мы там предлагали свои идеи, но ее не очень рассмотрели, мы расстроились. Потом решили, не будем расстраиваемся, пойдем в следующем году на другой форум, и там у нас все получится. Вот пришли, стараемся. Леша, какая идея у тебя есть, как можно развить культуру в Азове? Я вообще хочу развить и тему спорта, патриотизма и культуры. Но культуры в плане того, чтобы концерты благотворительные, чтобы дети приходили, слушали так же, как и эстрады, как же и хоп-хоп, музыку. В принципе, всякие короче. Ну, чтобы были концерты благотворительные для всех людей. Участники одного из самых модных сейчас направлений, медиа, уже разработали несколько проектов. Именно с помощью всемирной сети, уверены молодые азовчане, о нашем старинном городе узнает весь мир. Одни из наших проектов, мы хотим запустить к дню города, некий флешмоб, поздравление города по всем социальным сетям, жителей города. Это будет танец какой-то под песню? Это будет и танец, может быть, и может быть просто какая-нибудь фотография, запущенная у каждого жителя города Азова в социальных сетях, чтобы все знали о 950-летии нашего города. По итогам форума, а продлится он два дня, будет создано молодежное правительство, которое выберет лучшие идеи во всех направлениях. Наша задача не просто там рассказать идею, там, посчитать, сколько там это стоит, и как это будет красиво смотреться в городе. Наша задача довести это до логического конца. Также в ходе работы форума будут проходить лекции и мастер-классы по сопровождению проектов и воплощению их в жизнь. Екатерина Четверякова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. 8 ноября в Донской столице состоялся региональный форум под названием «Социально ориентированные некоммерческие организации современный поставщик социальных услуг», собравший более 200 участников. Азов представляла председатель фонда ветеранов-строителей Нина Олексенко, которая сообщила подробности мероприятия. Вопрос стоял там такой, что в будущем, как сказали, что года через два, через три, государство отказывается от работы с тем населением, которое, мало того, что нетрудоспособное, естественно, но еще лежачие, больные, разного возраста есть такие инвалиды. Все организации НКО, входящие в НКО, их призывают, чтобы они направили свои усилия для оказания вот этих социальных услуг по уходу за инвалидами, больными, оставшимися без попечения родственников. Для меня, как вот для человека, я, конечно, очень расстроена, ну как вот так вот, в смысле того, что это за деньги, если человек лежит, ну в те деньги войти, что там им дают 1200 рублей на вот этот уход, невозможно. Ну если с моей точки зрения, то я плюсов не вижу, потому что ни одна вот организация, чтобы, значит, пойти, это нужно дополнительно, во-первых, где-то иметь офис, чтобы это самое все, иметь помещение, например, там они говорят, что есть такие, как бы, комнаты, организовали людей, которые, значит, могут к ним дневной стационар, ну как можно нам организовать дневной стационар, где у нас помещение. Обговорили вот это основной, как говорится, слух пустили, а чтобы этот слух привести в какое-то, ну, соответствующее решение, невозможно. 11 ноября 1918 года на Европу обрушилась тишина, закончилась Первая мировая война. В России в советский период эта война называлась империалистической, поэтому считалось, что ее участникам гордиться нечем, да и вообще лучше забыть о ней. Забыть о людях, которые отдали свои жизни за мир в своем доме невозможно. За годы Первой мировой войны в русскую армию было мобилизовано свыше 15 миллионов человек. Более 600 тысяч из них погибло на фронте, почти 4 миллиона было ранено. В Азовском музее-заповеднике хранятся экспонаты, посвященные периоду Первой мировой войны. Огромные жертвы, которые были принесены на алтарь победы, можно сказать, что Россия вынесла главную тяжесть этой войны. И неизвестно, чем бы эта война закончилась, если бы не Россия. Тем не менее, Россия среди победителей этой войны не оказалась. А в витрине вы видите фотографии, лишь некоторые фотографии, которые мы собрали, азовчан, жителей города и Азовского района, которые участвовали в этой войне. Фотографии некоторых среди десятков тысяч участников. Евдокия Щербакова – азовчанка, которая построила Азов. Евдокия Матвеевна – заслуженный строитель РСФСР. Именно на ее хрупкие плечи легло непростое бремя – восстанавливать город после Великой Отечественной войны. И Евдокия Щербакова достойно выполнила свой долг. Сегодня заслуженный строитель на пенсии. Через полгода азовчанке исполнится 90 лет. В преддверии юбилея Евдокия Щербакова встретилась с нашими корреспондентами и вспомнила о строительном буме 50-х. Евдокия Матвеевна Щербакова родилась в кубанской станице Каневской. Но Азов давно стал для нее родным. Более того, отчасти именно благодаря ей, из одноэтажного посада он превратился в настоящий город. Сейчас Азов красавец. Ведь я же говорю, что мы приехали, были одноэтажные домики. И вся эта площадь от нашего железной дороги и за стоматологическую больницу это были овраг был, пустырь был. Ничего, это все пусто. Это все потом строили. И дороги, это все, представляете, пустырь. Окончив строительный институт, Евдокия Матвеевна начала работать на заводе кузнечно-прессового оборудования, который в 1950 году еще предстояло построить на территории площадью 40 гектаров. Я под копейки подкладывала денежки под фундаменты, когда начинали строить дерево-бделочный первый цех. Благодаря этой женщине, Евдокии Матвеевне, вот в основном вот эти все корпуса, цех ножниц, механические, чугунно-литейный цех, были построены. Построены административные корпуса, построены первые жилые кварталы вот в районе парка. Двухэтажные, трехэтажные, очень удобные. После трех лет работы инженером Евдокию Щербакову назначили старшим, а затем главным инженером отдела капитального строительства. Признается, что трудилась не только с полной самоотдачей, но и с колоссальным удовольствием, так что пела душа. Женщина лучезарная, прекрасная женщина. И когда она, помню, входила к нам, она была начальником ОКСА, это как будто входило солнце, всегда жизнерадостное. И на заводе была великолепная самодеятельность, и на заводе люди были прекрасные, вы знаете, и настолько дружны. Коллектив был, да? Коллектив великолепный. Он же, видите, создавался с трех человек, директор, секретарь и я. Потом разросся. Разросся до шести тысяч человек. Это, это сила. Завод КПО отправлял свою продукцию в десятки зарубежных стран. В Азове строили жилые дома, объекты, инфраструктуры. С участием отдела капитального строительства и благодаря деловым качествам личной инициативе Евдокии Матвеевны было профинансировано и осуществлено возведение городского дворца культуры, 11-й школы, нескольких детских садов, стадиона, банно-прачечного комбината, больницы, поликлиники и многих других объектов. Город рос. И действительно, город, благодаря вот таким людям, у нас сформировался. И мы живем в этом прекрасном городе. Но люди все работали как звери. Не за страх, а за совесть. Вот. И руководство было неплохое. Правда, за мою жизнь где-то 14 директоров сменилось, пока я там проработала. Будучи беспартийной, Евдокия Щербакова всегда свободно высказывала свое мнение. На парткоме пишут резолюции, сделают то, то, то. Я пишу свое. Говорю, что я категорически не согласна. Для того, чтобы была польза для народа, надо поступать так, так и так. И подпись. Я совершенно свободный человек. А то бы я перед ними гнула. Разница в зарплате меня не волновала. Евдокия Матвеевна была удостоена премии Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. В 2003 году указом президента ей присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». В 2014 году завод КПО был ликвидирован. Евдокия Матвеевна восприняла это как личную трагедию. Главный корпус разрушили. Чугунодлитейка рушится. Сталилитейный мы смонтировали корпус. Мартыны порезали на металл. Все балки поснимали. Весь металл. Эстакада была мощнейшая, металлическая. Всю порубили. Всю в металл перевели. Станки с главного корпуса, ведь хорошие станки, продавали или в металл резали. По словам бывших коллег, Евдокию Щербакову всегда отличали преданность делу, ответственность и умение решать проблемы. Сама же она признается, что жить в городе, который построила, это большое счастье. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о ярмарке продажи магазина «Меховые традиции», который открывается 15 ноября в ГДК. Независимо от времени года, каждой женщине хочется быть красивой, модной и привлекательной. В зимние холода желаемый образ создаст роскошная шуба. В ноябре месяце, в разгар сезона, магазин по всей России «Меховые традиции» вновь порадует огромным выбором качественных изделий производства российских фабрик по приемлемым ценам. Из меха норки, нутрии, бобра, овчины, королевского рекса, енота и лисы. Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать эксклюзивную шубу удобного кроя, которая подчеркнет вашу красоту и индивидуальность. Магазин «Меховые традиции» предоставляет кредит на 2 года без первоначального взноса. Шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц, из роскошной элегантной норки за 3350 рублей в месяц. Действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов. Все изделия магазина «Меховые традиции», изготовленные по требованию ГОСТа, имеют сертификаты и гарантии. Приходите за шубой своей мечты и станьте королевой. 15 ноября с 10 до 19 часов в городском дворце культуры. Петровский бульвар, 44. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа «Бум» Азовского арт-медиа-центра. В связи с тем, что минувшая пятница была выходным днем, сегодня в эфир выйдут сразу два выпуска. Отличных вам выходных. До свидания. 12 ноября ожидается ясная погода. Температура днем плюс 7,9, ночью плюс 1,3 градуса. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 59%. Уровень воды в реке Дон на 114 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин